Антон Евгеньевич был последним жителем в деревне. Один за другим стояли пустые, заброшенные дома. Разруха и одиночество окружали Антона Евгеньевича в старости. Он и предположить не мог, что так будет в конце его жизни. Все, кто мог, разъехались и покинули эти места навсегда. Старик безумно переживал, что оказался в полнейшей безысходности на склоне лет. До магазина ему было не добраться, и лишь раз в год, к 9 мая, о нем вспоминали в администрации района, как защитники блокадного Ленинграда. Приезжали, привозили мешок муки, осторожно стучались в дверь, в надежде, что он еще живой. Антон Евгеньевич все добывал своими руками в огороде, в лесу и на речке, даже хлеб старик пек себе сам. Апогеем его одиночества была могила на кладбище. Антон Евгеньевич вырыл ее сам, лично для себя. И практически каждую ночь летом старик ложился спать не в кровать, а уходил на кладбище и спал в своей могиле. Он очень боялся умереть во сне и остаться непогребенным долгое время. Когда сотрудники администрации в очередной раз приедут и не обнаружат его дома, то пойдут на кладбище и, обнаружив его останки, придадут земле. Все будет уже сделано, им останется только закопать его. Зимой дед Антон устанавливал в одной из комнат гроб с открытой крышкой и ложился спать в него. Жуткое зрелище, жуткая история. Но не менее жуткое, чем одиночество, когда человек может видеть других людей только один раз в год. В такой печали и проживал свои годы Антон Евгеньевич. Живой, почти здоровый, если не считать больные колени, и практически заживо погребенный. В очередной раз, придя к своей могиле на ночлег, старик обнаружил, что она занята. В могиле, тяжело дыша, лежала беременная волчица. Как она туда попала? Может, упала, не заметив, пока бежала мимо. В деревне часто появлялись дикие животные, то лисы, то медведи, а то и волки. Они чувствовали запах человека, но уже не различали, где граничит лес и владение человека. Волчица лежала там, где Антон Евгеньевич намеревался провести ночь, в очередной раз надеясь, что она точно будет последней. Он уже устал от собственных страхов и ожидания. Животное тяжело дышало, бока ее вздымались, а взгляд был направлен в одну точку. Волчица решила устроить логово и дать начало новой жизни в том месте, где человек собирался ее закончить. Что это? Намек или насмешка судьбы? Старик понял, что надо что-то делать. Надо было спасать волчицу. Он осторожно спустился вниз и поднял роженицу на руки. От случайных ночных дождей он брал с собой всегда плащ-палатку. На нее он погрузил волчицу и поволок домой. Устроив хищницу прямо в комнате, он гладил ей живот и осторожно нащупал волчат. Казалось, что они шевелятся внутри и собираются родиться. Антон Евгеньевич молился Богу за то, чтобы спасти животных, чтобы все прошло хорошо. Он вспомнил свою жену Людмилу. Они ждали первенца, строили грандиозные планы на будущее. Но роды застали женщину в поле. Пока кто-то из подруг сообразил послать за мужем, люди стало плохо. Волчица, найденная сегодня, до безумия напоминала ему жену. Ждать помощи тогда, как и сейчас, было неоткуда. Антон гладил живот своей жене и явно чувствовал, что там шевелится ребенок. Малыш старался выбраться на свет, он так хотел родиться. Но было уже слишком поздно, Людмила умерла на руках у своего мужа. Когда ее увозили врачи, Антон кидался под колеса, он умолял достать ребенка, он чувствовал, что он еще живой. Его посчитали свихнувшимся от горя. Позже врач выдал заключение, что у Люды была двойня, мальчик и девочка, но они так не смогли родиться. Людмилу похоронили вместе с детьми. Рядом с ними Антон и вырыл свою могилу. Вот почему он и не собирался покидать эти места. Волчица, попавшая туда, носила слишком символический характер для старика. Он просто обязан был спасти ее и ее маленьких волчат. Волчица напряглась всем телом и сразу расслабилась. У нее шли схватки. Вскоре на свет появились два чудесных щенка. Мальчик и девочка. Волчица успокоилась и стала кормить своих малышей и вылизывать. Неужели всего двое? Антон не мог поверить в такое совпадение. Символизм происходящего его совсем увлек в воспоминания, граничащие с безумием. Волчица быстро шла на поправку. Она покорно принимала еду из рук человека. С тех пор, как Альма, так Антон назвал волчицу, появилась в его жизни, он больше не ходил на кладбище, а спал на полу рядом с волчицей и ее детьми. Она позволяла ему играть с малышами, и он также искренне радовался, когда у них открылись глаза, как если бы это были его дети. Когда у волчат прорезались зубы, он помогал волчице жевать для них, добытое ею на охоте мясо. Альма спокойно оставляла под присмотром Антона Евгеньевича своих детей. Старик играл с волчатами во дворе, а когда они стали подростками, носился с ними по всей деревне. Он с удивлением заметил, что боли в коленях его больше не беспокоят. Колени любят быть в движении, лишь тогда они наполняются суставной жидкостью. Антон Евгеньевич чувствовал, что с появлением Альмы он просто молодеет на глазах, словно она принесла ему новую энергию, новую жизнь. Он перестал винить себя в смерти жены и своих детей. Альма стала для него Людмилой, а волчата — детьми. Он видел их образы в серых хищниках. А может, старик просто сошел с ума, но он был счастлив. Впервые за долгие годы он чувствовал себя свободным. Волчата выросли, и Альма начала водить их в лес. Все чаще они уходили на прогулки, все дальше и глубже в лес. Антон Евгеньевич мог бы поклясться, что у него возникла с ней какая-то телепатическая связь. Они понимали друг друга без слов. Сегодня утром он проснулся с осознанием того, что Альма собралась покинуть гостеприимный дом навсегда. Волчица смотрела ему прямо в глаза, ровно и спокойно. Она не отводила своего взгляда, как это принято считать. Она видела в нем равного. Антон понял ее без лишних слов. Он только прихватил с собой плащ-палатку, и они ушли в тайгу вчетвером. Он, Альма и Волчата. Работники администрации приехали к Антону не 9 мая, а на день раньше. Не застав старика, они перекрестились. Водитель вслух сказал, ну и хорошо. Теперь не надо гонять машину по непролазной грязи, хоть и всего раз в год. Женщины поспешили на кладбище. Антона нигде не было. Могила, в которой его ожидали увидеть, была совершенно пуста. На всякий случай, они оставили мешок муки и уехали. Вдруг старик отправился в лес и будет ожидать их только завтра. Водитель выругался, теперь придется, и на следующий год тащится к безумному старику. На следующий год история повторилась, но было видно, что в доме никого не было. Прошлогодняя мука стояла нетронута. В тех краях еще около 10 лет встречали в лесу странного старика в окружении волков. Он выглядел абсолютно счастливо, а легенду о духе леса рассказывают до сих пор. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok